Может быть и мы иногда оказываемся в ловушке нашего прошлого, держимся за вещи и привычки. Может быть это связывает нам руки и не дает сделать нашу жизнь счастливее. Перед вами встает один из основных вопросов. Чего вы хотите достичь в жизни? Как-то Теодор Рузвельт сказал, гораздо лучше совершать великие поступки, праздновать великие победы, даже если по пути случаются ошибки, чем вставать в ряды обычных людей, не знающих ни большой радости, ни большой беды, живущих серой жизнью, где нет ни побед, ни поражений. Победители не цепляются за положение, которым они недовольны. Они с большей охотой идут на риск, так как знают, что придут к лучшему, чем на неудовлетворяющий их минимум. Бедность для большинства людей в Европе означает не смерть от голода, а жизнь в серой повседневности. Большая разница, играете ли вы, чтобы не проиграть или чтобы выиграть. Старающийся не проиграть настраивается на риск и опасности. Ставящий на победу видит ее перед собой. Как вы думаете, кто из них чувствует себя счастливее? Существует множество причин, почему решения не приняты. Первая причина, многие люди считают, что всю жизнь они должны заниматься одним делом. Но выбор профессий очень часто происходит в молодости. Возможно, этот выбор был верен, но может быть и нет. И в таком случае пришло время принять новое решение. Важнейший вопрос заключается в том, любите ли вы то, чем вы занимаетесь. Жизнь слишком коротка, чтобы каждый день заниматься нелюбимым делом. Чем бы вы ни занимались, вы конкурируете с людьми, для которых именно это дело – любимая работа. Вторая причина. Многие люди полагают, что могут принять решение позже. Но тот, кто не может принять решение, теряет уверенность в себе самом. Кроме того, не принимать решение невозможно. Даже в нерешительности ваше решение. Вы решились оставить все так, как было до сих пор. Или вы выбрали нерешительность. Это положение отнимает у вас много сил, усложняет вашу жизнь, лишает вас возможности свободно двигаться. Но все-таки многие люди утверждают, что они с тем же успехом могут принять решение позже. Лучше всего представьте себе вашу цель на эскалаторе. Она постоянно движется и удаляется от вас. Если вы медлите и не решаетесь, цель уходит за пределы досягаемости. Третья причина. Многие люди боятся неверного решения. Но неверных решений не бывает. Вашим решением вы отказываетесь от одной из возможных альтернатив, поэтому вы не можете знать, как бы повернулась ваша жизнь, если бы вы решили по-другому. Например, вы выбираете между поездкой к морю и в горы и принимаете решение в пользу гор. К сожалению, все 10 дней вашего пребывания там идет сильный дождь. Большинство людей в таком случае скажут «Я принял неверное решение». Будут ли они правы? Не обязательно. Они же совсем не знают, что бы с ними произошло у моря. Возможно, они бы пролежали все время в постели с тяжелым отравлением. Возможно, в горах вы познакомитесь с человеком своей мечты. Сразу же неверное решение становится относительным. Правда в том, что мы никогда не узнаем, лучше ли та дорога, на которую мы не свернули. Именно потому, что мы не знаем, как бы повернулась в таком случае наша жизнь. После некоторого размышления любое решение лучше, чем отсутствие всякого решения. А последняя причина отказа от принятия решений состоит в том, что многие люди считают, что могут принимать решение легко и безболезненно. Бросающееся в глаза решение кажется идеальным. При этом люди склонны ждать, пока останется только одна единственная возможность, а все остальные уже не имеют смысла. Но мы упускаем из внимания, что это уже не решение, не выбор. Только если обе альтернативы заслуживают вашего внимания, выбор имеет смысл. Чем интереснее кажется вам альтернатива, от которой вы отказались, тем интереснее будет для вас и та, которую вы выбрали. Если вы хотите уважать самого себя, принимайте сложное решение. Тренируйте вашу способность решать. В мгновение выбора мы определяем свою судьбу. Представьте себе, что в следующие несколько лет в вашей жизни появится новый человек. У него окажется ключ от вашей двери и вашего автомобиля. Он будет жить в вашем доме и есть за вашим столом. Он будет пользоваться теми вещами, на которые вы потратили столько труда и которые вам дороги. Он просмотрит ваши выписки со счетов и проверит, действительно ли вы достигли чего-то за последние годы. Он будет спать в вашей постели и если вы критично посмотрите в зеркало, вы узнаете его. Этот человек вы сами. Вы создали его решениями, принятыми сегодня, поступками, совершенными или несовершенными сегодня. Как будет выглядеть этот человек? Как он будет жить? Чем он будет заниматься и с какими людьми общаться? Каково будет качество его жизни? Будет ли это веселый человек, живущий полной жизнью? Каждое сегодняшнее решение влияет на решение этих вопросов.